Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам на основе или по беседам любаического рэбэ. Недельная глава Хукат называется «Это закон Торы». Господь сказал Моше Иарону, вот закон Хок, Торы, который заповедует Господь, вели сыном Израиле привезти к тебе рыжую корову без изъяна и увечья. Раша объясняет эти слова так. Вот закон Торы, поскольку Сатан и народы мира насмехаются над сынами Израиля, говоря, что это за заповедь, в чем ее смысл. Поэтому Всевышний написал, это Хок, мое решение, и тебе не разрешается обдумывать его смысл. То есть Хок – это закон, который выше нашего понимания. Есть традиционные, есть Эйдот называется, да, то есть те законы, которые связаны с нашей традицией, которые мы понимаем. Например, на празднование праздников, есть законы межпати, это законы, которые понятны каждому человеку. Например, любить и уважать родителей, не воровать, не убивать, понятно каждому. И есть Хок – закон, который непонятен нам непонятного смысла. Итак, на первый взгляд это непонятно. Первое. Объяснение, которое привел Раши, он писал уже много раз. Например, строка в главе Толдот. За то, что Авраам слушал меня и хранил мои предостережения, заповеди, законы, Хукин, то есть, и учения, Раша комментирует так, мои законы, те, что народы мира и ЕЦЕР-Хара, то есть, злое начало, спрашивают об их смысле. Например, запрет носит шатнес. Шатнес – это смесь тканей, шерсть и лен, например. Нельзя носить вместе, нельзя, чтобы в одном костюме были две эти ткани. Или есть свинину. Нет в них никакого логического смысла, а лишь решение царя, сказанное царя мира, и законы, которые он установил для своих подданных. Похоже, объяснение Раши дает и в комментарии к строке глава Харей Мод. «Соблюдайте мои установления и мои законы, идя по ним. Я Господь Бог ваш». Мои законы – это те, которые являются решением царя, то есть, Всевышнего, и ЕЦЕР-Хара, злого начала. И ЕЦЕР-Хара спрашивает, то есть, злое начало, спрашивает, в чем их смысл, зачем нам их соблюдать. И народы мира, и долл-поклонники спрашивают о них, например, такие, как запрет носить шатнес, или есть свинину, или очищение водой греха. Поэтому сказано «Я Бог, и вы не имеете права освободиться от них». То же самое приводится еще в нескольких местах. Почему же Раше нужно было повторять это слово в главе Хукат? Тем более, что фразу «Один закон вам» в главе Шлах, за две недели до нашей главы, Раше вообще никак не комментирует. И сейчас мы продолжим. Пункт второй. Еще нужно понять, почему в этом случае Раше употребляет другие слова. Везде, в остальных местах он пишет «Яцера-Ра», то есть, злое начало, а здесь Сатан. В остальных местах народы мира спрашивают об их смысле, а здесь насмехаются. Кроме того, в некоторых местах Раше пишет «Вы не имеете права освободиться от них, а здесь тебе не разрешается обдумывать их смысл». Объяснение таково. Мы видим, что когда в Торе говорится о рыжей корове, а что такое рыжая корова? Это корова, у которой красный мех, только красные волосы, да, рыжие. То сказано, это закон Торы, то есть, о рыжей корове, это закон Хок, Хок, с большой буквы, всей Торы. Но ведь на первый взгляд есть еще немало подобных законов, как это отмечает Раше. Например, запрет есть свинину, носить шаатнес, очищение водой с пеплом рыжей коровы и так далее. Тем не менее, закон о рыжей корове принципиально отличается от всех других Хуким. Другие законы имеют свой смысл, просто настолько глубокие, что лишь единицы способны постичь его. А рыжая корова – это закон, находящийся вне всяческих границ логики и разума. Здесь совершенно неприменимы никакие смыслы или объяснения. Так что даже царь Шлому, да, царь Соломон, мудрейший из людей, говорит об этом. Я сказал, пойму его, этот закон, но он далек от меня. Например, общий смысл, закон очищения водой с пеплом рыжей коровы можно понять разуму. Поскольку вода – это то, что моет и очищает, то она способна очистить и смыть духовную грязь, туму. Нужно, конечно, понять, что малое количество воды способно духовно очистить, но в принципе, все это поддается постижению. Да, у нас вопрос только как, как малое количество может очистить, нам не совсем понятно, но в принципе понятно, что вода может очищать. Нужно, конечно, понять это. Однако в законе о рыжей корове мы находим такие внутренние противоречия, которые вообще невозможно понять. С одной стороны, ее нужно сжечь вне трех станов. С другой стороны, ее должен сжигать заместитель первого священника. И нужно покрапить ей, ее кровью в сторону шатра встречи. Да еще, и Раша говорит, Тора называет ее хатат, чтобы сказать, что она как жертва к дошим. Теперь можно понять, почему Раша употребляет здесь другие слова. В тех местах он комментирует законы, которые хоть как-то поддаются постижению разума. Так что народы мира, там народы мира, и етерара, то есть злое начало, могут спорить с народом Израиля. Оправдали ли это заповедь с разумной точки зрения или нет. Поэтому-то они и спрашивают об их смысле. Однако закон о рыжей корове очевидно вне рамок разума. Здесь и народы мира понимают, что невозможно обсуждать его разумностью. Поэтому они усмехаются над народом Израиля, говоря, что Всевышний дал евреям бессмысленный заповедь. По этой же причине в данном случае Раша пишет вместо етерара, то есть дурное начало, сатан. Поскольку слово сатан намекает на помеху, как сказано о Беляме. И встал ангел Всевышнего, на иврите написано сатан, у него на пути быть ему помехой. Имеется в виду, что ангел не преградил дорогу Белям, а только огорчал его и мешал ему. Также в отношении рыжей коровы народы мира не пытаются сказать, что Всевышний не дал такой заповеди. Как пытаются это сделать в отношении других законов Хуким. А здесь они лишь желают огорчить евреев и сделать так, чтобы те выполняли заповедь без радости и бодрости Духа. А заповеди надо выполнять с радостью и бодрости Духа. Это объясняет нам смысл третьего изменения у Раши. В случае, когда дурное начало и народы мира пытаются помешать евреям исполнять заповеди, можно сказать, что вы не имеете права освободиться от них. Но здесь их цель только расстроить цинов Израиля, чтобы они не могли с радостью служить Всевышнего. И сделать так, чтобы те исполняли заповедь без воодушевления. Поэтому сказано, тебе не разрешается обдумывать его смысл. Вот мы закончили эту беседу. Всех благословений. Удачной новой недели. Всего доброго. Продолжение следует...